Но это не важно, как я себя ощущаю, горе и боль я испытываю и за Одессу, и за другие города, и за Донецк, естественно, и за другие разрушенные, уничтоженные города, которые когда-то были построены народами нашей страны, советским народом потом преображались, восстанавливались, развивались. А теперь, как говорится, вот так вот, находятся в такой беде. Как пели в свое время студенты одесской мореходки, нажравшись волю водки, Бог создал мореходки, Адамову курсантом первым был, ничего не делал, ухаживал за Евой, и Бог его стипендии лишил, такая была песня в одесской мореходке. Ну, теперь давайте к Стрелкову. С Одессой все ясно, тут, в принципе, одни сантименты и одно только перепалки пропаганды. Конечно, поражают эти заявления Скобеева, Соловьева, которые приговаривают города Украины к разрушению Киев, Львов, Одессу. Я понимаю, что им насрать абсолютно, что Соловьеву важна его дача на кому, дом на кому, который рассчитывают получить, что Скобеева, наверное, вообще никакой жизни там не была даже и не понимает, о чем идет речь. Для них это какие-то чужие, чуждые города и чужое пространство. Ну, бывают такие персонажи, бывают такие люди чудовищные. На мой взгляд, эти люди не отражают ни в коей мере понятие русское, хотя Соловьев и написал книгу «Мы русские, с нами Бог». Но, на мой взгляд, это грязный пасквиль и грязная пасквильная клевета на русский народ, потому что, на самом деле, конечно, русские люди испытывают свойства русской культуры, испытывают сочувствие и сопереживание страданием, тем более, таких близких людей, какими и являются украинцы и жители Одессы. То, что идет эта ужасная война, ну, когда-нибудь войны кончаются, но пока они не кончились, невозможно отделаться. Вот ощущение горя, которое, наверное, в сознании нанятых или каких-то зомбированных пропагандистов, оно не существует. Для них есть черта, вот за этой чертой можно убивать, да? Вот когда-то это была типа одна страна, но сейчас не одна, поэтому можно желать смерти и разрушения Одессе, Львову, Киеву, другим городам и так далее. Это нормально для них, понимаете? Но для нормального русского человека, поверьте, это абсолютно невменяемая позиция, которая не находит ни малейшего отражения в русской культуре, ни у Пушкина, ни у Чехова, ни у Толстого, ни у Достоевского, которые, наоборот, говорили и писали о всечеловечности, о сочувствии. Сегодня я, наверное, прочитал пост Егора Холмогорова, такого православного византийца-имперца, который желает Греции, в которой идут массовые пожары, и на острове Родос, который я очень хорошо знаю, очень люблю, буквально каждый его метр Родоса знаю отлично, могу экскурсии проводить по Родосу желающим. Такие пожары, что многокилометровые очереди людей должны пешком грести под этой дикой жарой, эвакуируясь в дыму. Так вот, православный Холмогоров, который выдает себя за русского человека, пожелал грекам, сказал, что нельзя, что не должна России помогать Греции. Но не должна, потому что Греция неправильно повела себя в православном вопросе о том, кому принадлежат, значит, там, святыни Киево-Печерской Лавры, и о том, как относиться к Томусу, какой-то бумаженцей данной. Поэтому христиан, христианин Холмогоров, как и другие христиане, желающие, или не христиане, Соловьев-то не христианин, естественно, он иудей, желают гибели и разрушения прекрасным украинским городам. Холмогоров точно так же желает грекам, чтобы они как бы испытали сполна все горе, все наказание, как он считает, эти пожары, да, за то, что их попы греческие заняли какую-то неверную позицию в каком-то там абстрактном церковном вопросе, по поводу которого подавляющее большинство жителей России или Греции или там Украины вообще ничего не понимает и никакого мнения по этому поводу не имеет. Но вот с такими зверями, на таком зверином фоне мы как бы и живем, думаем, страдаем, пишем, размышляем и разговариваем. Бояться, конечно, мы не собираемся, потому что быть русскими, быть последователями великой гуманистической русской культуры, меня вот спрашивают в телеграм-канале, Максим, почему ты гуманист? Я гуманист, потому что мир – это юдоль печали, это русский подход. Проходя пустыней мира, я был удручен, душа моя удручена была страданиями человечества. Таким примерным эпиграфом Радищев открывается путешествие из Петербурга в Москву. Противостоит этому позиция жирная, самодовольная и мерзкая. Конечно, Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Вячеславович Гиркин, не является таким жирным, мерзким, омерзительным субъектом, каким является Соловьев, или Холмогоров, или Скобеева, или вот эти вот подобные им. Но в нем есть нечто, что, безусловно, коррелирует с ними со всеми. Поэтому, когда меня спрашивают, Максим, ты вот переживаешь за Стрелкова-то, ты пойдешь за него ходатайствовать, как за Платошкина пошел? Я говорю, нет, я не пойду за Стрелкова. Хотя я желаю ему освобождения, потому что я никому не желаю тюрьмы, никому не желаю сидеть в СИЗО или в тюрьме. Мне не важно, это в рамках спектакля или не спектакля, просто вот нежелание. Вот русская моя позиция такая, которую я подчеркнул у Достоевского, или там у Солженицына, или у Шаламова, или у протокопа Авакума, что тюрьма – это абсолютное зло. И когда человек идет в тюрьму, я никогда не буду его подталкивать в тюрьму и говорить «давай, давай, иди». Нет, я желаю Стрелкову выйти на волю. Я желаю Стрелкову выйти на волю, тем более, что путинские тюрьмы, вот эти тюрьмы современной России, они неправедные и несправедливые. Справедливость законного суда в России нет, юстиции нет, адвокатов прессуют, сажают в тюрьмы. Я хорошо знаю адвоката Малаховца, который защищает Стрелкову. Мы с ним пересекались неоднократно по ряду каких-то юридических дел на Северном Кавказе. Я помню, хороший такой принципиальный адвокат, имеющий хорошие связи с органами, в том числе и, в общем, правильный адвокат, который может зайти во все двери. Поэтому желаю Стрелкову выйти на свободу, как и любому другому человеку, но при этом не пошел бы его защищать. Вот Платошкин пошел бы еще раз, несмотря на то, что у нас с Платошкиным были конфликты, ссоры, то, что его последователи меня оскорбляют и до сих пор продолжают обливать говном в сети. Не важно. Платошкин все равно при всех его минусах человеческих, ну, а у меня что ли этих минусов нету, человек левых взглядов, а Стрелков крайне правый. Как определить мировоззрение Стрелкова? Давайте так, Стрелков это, безусловно, человек, который является радикальным империалистом. Причем империю он видит в таком своем умозрительном, реконструированном контексте, как место, где доминирует русский фактор. Такой империи в России никогда не было, на мой взгляд, потому что как только появилась империя, в ней сразу стал доминировать какой-то нерусский фактор. Там немецкий, не знаю, там Лефорт был швейцарец, там шотландцы, какие-то еще персонажи, которые строили Петербург и подделывали Россию под западные свои, значит, стандарты. Одевали ее, как писали в 19 веке, в европейский мундир, рубили окно в Европу русскими телами, выстилавшими русские, как раз были против империи. Но извращенное сознание вот этих вот реконструкторов из среды московской еврейской интеллигенции, с которой происходит Игорь Билкин, он же Игорь Стрелков, оно, конечно же, навеяно такими советскими фильмами о Российской империи, которые, казалось бы, их разоблачали или разоблачали белых офицеров. А на самом деле создавали такой образ как бы трагического, некого чего-то, уходя в прошлое. Хотя современники описывают Российскую империю как абсолютно чудовищную тюрьму народов, где почему-то бесконечно происходили гражданские восстания, крестьянские восстания, где было движение мощной особорительной интеллигенции. Да, нам рассказывают сегодня, что это якобы было потому, что Гегеля прочитали, Канта прочитали, Фейербаха прочитали, там все неправильные книги прочитали, Дидро, Вольтера, Руссо. А если бы книжек вот не читали и не умствовали, а просто тупо эксплуатировали бы крестьян и любили бы государя императора, то ничего бы не было. Конечно, полная чушь. Поэтому Стрелков, вот он империалист, он радикальный националист до оскорбления других народов. Украинцам он, например, отказывает в праве быть украинцами, значит, каким-то другим народом в праве быть другими народами и так далее, и так далее, и так далее. Он арестован властью. Почему это случилось? На мой взгляд, есть три варианта, выбирайте любой. Первый вариант это то, что Стрелков просто, как говорится, достал тех, кто определяет безопасность государства. Стрелков много раз называл себя, и сейчас в его каналах публикуются данные о том, что он там был офицером ФСБ, подполковником ФСБ, проходил службу ФСБ. Скажу честно, я контактировал с разными людьми, которые во время работы на Кавказе, которые знавали Игоря Стрелкова, и в том числе сотрудникам ФСБ. Некоторые его знавали лично. Все они говорили о нем с усмешкой и припоминали, что очень он любил участвовать в допросах и в пытках даже, и находил якобы в этом такое вот наслаждение параноидальное, и что вообще люди там жестокие, достаточно жесткие в этой службе работают. Но даже они, как говорится, видели, что у него это носит характер несколько психологический такой, понимаете ли, как сказали бы русские классики. Что получает он как бы большой интерес внутренний такой, психический, от допросов там, от борьбы, от войны, от всего от этого. А у профессионалов есть такой момент, что таких людей, которые как бы вот увлекаются и холодность ума подменяют горячностью там желаний и горячностью стремлений, и службы как бы вытесняют, вытесняют туда, вовне. Я думаю, именно это и случилось с Стрелковым. Он, по словам его биографов, он, как говорится, там сам уволился по выслуге лет, когда много раз там был в Чечне и так далее, и так далее. По моей информации, он немножко достал своим энтузиазмом своих коллег, с которыми работал, потому что энтузиасты, которые постоянно требуют чего-то такого, там не приветствуются. Потому что там как бы механизм работает как часы, и смысл действия этих часов в спецслужбах определяется не всегда как бы идейными соображениями, а какими-то соображениями, которые начальство высказывает, или там иными оперативными какими-то. В которых вот это эмоциональное возбуждение, давайте там скорее всех победим и Родину будем защищать, оно играет далеко не главную роль, а наоборот всех раздражает. Но не важно. Я впервые познакомился с ним в 2010 году, Борода Александр нас познакомил. Саша я знаю много лет, еще с 90-х годов, когда он был молодым человеком и приходил в независимую газету, где я работал и публиковал у меня статьи, познакомил меня. Он сам сын советского философа Борода, и человек очень образованный, и такой интересный, храбрый, с большими связями и с большими организаторскими способностями, что он и доказал на самом деле. Он познакомил меня со стрелком, сказал, вот Макс, ты занимаешься Кавказом, меня попросил один человек познакомиться с тобой, хочет передать тебе какие-то важные материалы по Кавказу. Мы сидели в районе Трубной, где-то там в кафе, помню, такой бледный человек тогда меня возил, который говорит, я там вот сотрудник ФСБ, и говорит, вот я знаю, что вы занимаетесь, вот интересные там документы по элитам Дагестана и Северного Кавказа. Кто за кем стоит, кто кого финансирует. Я посмотрел, правда, очень интересно, спасибо. Ничего секретного там не было, просто анализ, который не под силу зачастую был журналистом, но из открытых источников. Кто финансирует, кого мэров там, глав регионов, городов, у кого какой бизнес. Очень это, кажется, мне помогло. За это большое спасибо. И тогда мы вот познакомились. Но следующая наша встреча произошла в Славянске 11 мая 2014 года во время референдума, когда я был наблюдателем референдума в Донецкой Народной Республике, приехал в Славянск. Я понятия не имел, кто такой Стрелков, потому что я, когда мы были знакомы, я его под другим именем знал. И там вот, значит, уже когда я прошел туда вовнутрь, потому что я попросили там, тогда я еще летал в Киев, из Донецка. Аэропорт еще не был разрушен, и можно было прилететь в Киев, и в Киеве, в общем, какие-то были контакты еще. Я, собственно, в Киеве был до июня 2014 года, пока, как вы мне сказали, если ты не уедешь, тебя убьют просто. Потому что я там был в последний раз, когда занимался освобождением журналистов Live News, Антона Сидякина и Марата Сайченко. А там меня попросили, говорят, вот там задержали в Славянскую активистку, Ирму Крат, кажется, какая-то была майданная активистка. Не мог бы ты там вот узнать, Макс, там, знакомые журналисты попросили, там, как ее там, чтобы ее там не били, не убивали. И как раз я пришел, и раз там, знакомое лицо Стрелков говорит, о, мы с вами встречались. Я говорю, да, да, мы с вами встречались, очень приятно. И мы встречались тогда в кабинете такого блатного мэра Славянска, я помню, который дико боялся Стрелкова с такими золотыми фиксами. Там привели эту Ирму Крат, такая мужеподобная, значит, девушка была такая грубая, такая чернявая. Тоже сказал, нет, все нормально, меня никто не обижает, все нормально содержит, не насилуют, не бьют, не избивают. Я говорю, ну, очень хорошо, я как бы исполнил свой толк, как член Совета по правам человека при президенте. Вот, значит, тогда, пожалуйста, вот вы сами. А Стрелков тогда сказал, что я готов ее обменять на заключенных, которые держат в подвалах СБУ. Я сказал, ну, позиция абсолютно правильная. Я тоже считаю, что, как говорится, этот размен был бы верным. Кроме этого, поступала информация о действиях там в Славянске людей Стрелкова и его, о ямах, о расстрелах, о допросах. Бессудных, естественно, расстрелах, бессудных допросах. И когда-нибудь эта информация будет обнародована, я так думаю. Семья пастора местного, евангелического, например, жаловалась, что сын пастора пропал в их застенках и что, скорее всего, был убит. Многие чего еще вещи. То есть, о чем это говорит? Вот человек приезжает на территорию другого государства. Да, он всячески отрицал существование Украины и ее государственности. Это неважно. Российская власть признавала, потому что в то время, когда 11 мая мы были наблюдали там на референдуме, Путин в это время, как говорится, готовился Порошенко признать в роли президента. То есть, государственность Украины российская власть не отрицала. И, в общем, хотела не войны такой истопеляющей, а хотела, очевидно, с помощью политтехнологий, так называемых гибридных методик, решить свои какие-то задачи. Экономические, олигархические, геополитические, недопущение Украины в НАТО и тому подобные вещи. Стрелков хотел войны. Главное, он туда приехал, на мой взгляд, по одной причине, что он и те, кто стоял за ним, группа определенная. Мне говорят, Малафеев. Я не думаю. Я думаю, Малафеев тут играл только вспомогательную роль. Это, конечно, Бородай. Саша подробно рассказал всю эту историю. Там есть в его рассказе несколько моментов таких очень забавных, когда он там понял, как он съездил в Донецк, понял, что там, дескать, никто не ждет русских как освободителей, что сами с усами донецкие, что это вовсе никакие непровинциальные такие лохи, которые не знают, что им делать и куда податься. Что в каждой Донецком там доме есть оружие, и что братва Донецкая там, которые или под знаменами Инакиевского, или просто рабочий коллектив, в общем, себя не на помойке нашла и не считает себя какими-то такими идиотами из далекой глубокой провинции. А Донецк – это центровой город украинский. Фактически реальная такая, если столица политического Украины – Киев, то Донецк – это интеллектуальная, технологическая, там, не знаю, человеческая во многом столица была Украины, востока Украины. Один этот, значит, шахтер-арена. Я там проходил чемпионат Европы, чего стоил, понимаете, и все такое прочее. Донецк вообще потрясающий. Прекрасный город, как и весь Донбасс – это удивительное пространство, интернациональное, лишенное национализма во всех его формах. Вот дико боялись, что это пространство возьмет, да и самоорганизуется. Потому что, конечно, во время Майдана в Киеве началась гражданская война. Началась война, когда одна часть олигархов пошла на другую часть олигархов с помощью улицы. Когда донецкие, которые, естественно, тоже уже, как говорится, с Глузду съехали и македонцами их называли, там, рулили и отжимали бизнес по всей Украине, в Крыму, например. У того же Аксенова были серьезные конфликты с македонцами. Вытесняли, значит, они, как говорится, фактически против них восстание поднялось. Они приехали и захватили Киев в лице Януковича, да, с помощью выборов. И так далее, и так далее, и так далее. И дальше определенные силы в Москве, тут я понимаю, решили, что есть угроза, что они между собой там договорятся. Как много раз договаривались, то, что Украина, это там, условно говоря, 5-6 олигархов и 6 воров в законе, которые делили всю Украину между собой. И которые на сходке постоянно стрелки там забивали, где-то и так далее. Которым подчинялась прокуратура, МВД, СБУ, все им подчинялось. Каждый курировал что-то свое. Люди храбрые, люди деловитые такие. Вот они соберутся и, как говорится, кризис будет разрешен. Крым отдадут России. А дальше, как говорится, кризис преодолеют и дальше пойдут на всех парах в НАТО. Потому что политическая власть Майдана, она никуда не девалась. На мой взгляд, Лукашенко, Порошенко, извините, это был человек, конечно, Солнцевских. Человек, который всю жизнь имел бизнес с Солнцевскими. Я не знаю, можно ли считать Солнцевских российской группировкой. На мой взгляд, это такая российско-украинская, израильско-американская группировка. Давно уже много-много лет стала транснациональная. Ну, Порошенко для Путина был понятный свой человек. С послом России Зурабовым Порошенко дружил. И, в общем, многое из того, что там происходило, на самом деле могло бы завершиться каким-то мирным процессом. Но Стрелков, конечно, не хотел мирного процесса. Ему, конечно, надо было пролить кровь. И он, как вот тот самый энтузиаст, о котором я говорил, и как бы был этим движим. Тогда возникла такая мем «Русская весна». Я его никогда особо не поддерживал, потому что я видел, что эта «Русская весна» на самом деле финансируется на деньги армянских еврейских олигархов. Поддерживается русско-армянскими медиа, которые просто там включились дико. И в основном раскручивали, значит, именно они это. И, собственно говоря, «Русская тема» сначала на Донбассе особо никем не понималась. Да, там русский язык, как говорится, это был важный язык, но на русском языке говорили не только русские. На русском языке говорили греки, евреи, армяне те же самые между собой, украинцы, татары. Ренат Ахметов, он татарин, например, понимаете. Причем татарин не крымский, а волжский татарин. Значит, оттуда происходит. И в общем и целом, скажем прямо, сначала Народные республики, Донецкая, Луганская, они ведь хорошо знали, как в России люди живут. И знали, что разменять там партию регионов на единую Россию, как говорится, размен-то не слишком сладкий такой, знаете ли. Что там в Украине, по крайней мере, посвободнее может и дышать будет с кем-нибудь Ефремовым или с этим самым, значит, с Ахметовым или с кем-нибудь Енакиевским. Можно перетереть по-своему, по-блатному, как у них в Украине было принято. А тут, если корицы придут с этой стороны, там, из Таганрога до из Ростова, тут уже как бы тереть так не получится. Тут уже придется, знаете ли, подчиняться. Много на эту тему я разговаривал тогда с разными людьми на Донбассе. Но Стрелков был как бы на своей волне. Ему нужна была война, война, война любой ценой. Кровавая война. Вот он бредил, он грезил этой войной. Поэтому я русскую весну, этот мем я отказываюсь использовать. Никакая это не русская весна для меня. Это была весна Донецкая, Новороссия. Новороссия интернациональная, абсолютно интернациональная. Пространство, которое заселялось многими, которое издревле принадлежало кочевым народам, нагайцам. Потом, после разгрома Крымского ханства, как говорится, туда насильно переселялись из Крыма греки и армяне, кстати. Потом туда заселялись евреи, немцы, колонисты и тому подобное еще. Удивительные места, удивительное пространство. Она ограничит Донбасс, граничит с Екатеринославской, Днепровской, Днепропетровской губернией. На Донбассе земля неплодородная, климат очень тяжелый, жесткий, такой удивительный. Перепад температуры между днем и ночью огромный. А рядом в Днепропетровской области, Екатеринославской губернии, чернозем 2,5 метра. И климат просто такой райский. Не знаю, сунь палку в землю, она тебе зацветет и плодоносить начнет. Это все это пространство, оно лишено было, конечно, вот этих смыслов украинства, расистства такого, типа за русских, за украинцев. Там всегда договаривались люди по-своему. Поэтому миссия Стрелков была в том, чтобы разрушить в том числе и эту возможность между людьми договариваться. Определить четко, вдруг враг, поэтому он начал лить кровь. В Славянске по его приказу лилась кровь невинных людей. Он любит рассказывать, что он расстрелял там двух членов правого сектора. Может быть, я не знаю. Я не знаю, по какому праву он это делал, кто ему уполномочил это. Никакого суда над этими наверняка не было, членами правого сектора. Никаким образом их вина не была доказана. Просто так между делом. Расстрелял двух членов правого сектора. А может они не были членами правого сектора. Может им это приписали. Человек рассказывает о том, как он расстрелял двух членов правого сектора. Двух людей убил весной 2014 года. Не сейчас, в 2023 году, когда жизнь человека там ничего не стоит. А тогда, в 2014 году, понимаете, убил. А еще раз говорю. Немало свидетельств, что не только членов правого сектора. Но еще и, как говорится, в соответствии со своими взглядами на то, кому можно быть русским, а кому нельзя быть русским, тоже немало там людей было убито. Но это все будет расследовано, безусловно. Так вот, для меня это никакая, конечно, не русская весна. Это все, я много об этом уже говорил. Катавасия такая и война, целью которой был захват и разгром олигархических группировок Донбасса. Причем не исключаю, что московские определенные силы действовали в союзе с тем же самым Порошенко. Потому что Донбасс и Поднепровье, это были основой экономической мощи Украины, в частности. Они, да, были распилены, как и все на постсоветском пространстве. Все, что было построено пред Сталине и по инициативе Сталина, по инерции после Сталина. Все, что строилось до 1991 года, попало в частные руки самых разных людей. Лихих, азартных, наглых, сильных, умных, безусловно. Ну, людей незаурядных, да, потому что захватить, остаться в живых, удержать это все в своих руках. Это все вот так вот. Но и смысл, конечно, конфликта был именно в этом. Донецкие, которых потеснили из Киева и которые не смогли защитить себя в Киеве, македонцы, они оказались в ситуации слабых. А в криминальном сообществе, а постсоветское пространство, это криминальное сообщество, слабого надо сразу трепать, кусать, отщипывать у слабого. И у них стали отщипывать, заставляли ездить в Москву договариваться, как Ахметова и так далее, и так далее, и так далее. Причем Коломойский отщипывать начал в свою пользу. Порошенко начал, все начали щипать, щипать. Они стали слабыми, а так они были богатыми и до этого доминировали, то у них это все стали отбирать. Стали держать их Януковича в виде заложника, этакого, знаете ли, который, говорится, и все это там стали, значит, сделать. То есть олигархическая война, причем это русская весна. Что с этой войны и что с этой весны русскому народу? Еще раз подчеркну, из всех менеджеров я никаких русских не видел, армяне да и евреи в основном были. Из тех, кто курировал это все дело, из тех, с кем не доводилось пересекаться. Но говорят, русская весна. А что русская весна? В это время, в том же самом 2014 году в русских губерниях, в русских областях продолжался вымор населения. Закрывались больницы, школы, уничтожались деревни, исчезали малые города, население выкачевывало. Русские территории заполнялись исконно русскими мигрантами, который завозил правящий капитал для того, чтобы рубить бафло на месте, на котором когда-то русский народ в советское время был хозяином своей земли. То есть там, понимаете ли, у вас русская весна на Донбассе, когда вы делите между собой Алчевский завод и другие заводы. А тут у вас, понимаете ли, русская такая зима, бесконечная такая поздняя осень вымаривания и вымораживания русского народа и русского населения. Поэтому нет, не русская весна и не за русские интересы, на мой взгляд, туда поехал Стрелков. Потому что русским никакого интереса в этом не было. Да, я всегда выступал и буду выступать в поддержку Донецкой народной и Луганской народной республики. Я считаю, что формы народовластия, призрак которых возник тогда в 2014 году и был Москвой тщательно задушен по согласованию с Киевом, чтобы, не дай бог, он был очень реальным. Рабочие коллективы на моих глазах самоорганизовывались. Рабочие коллективы, вот Волчевский у Мозгового, например. Понимаете, очень многие такие вещи были из старых таких традиций самоорганизации народа. Очень либералы, кстати, этого боялись тогда на Эхо Москвы. Я помню, обсуждали суд над двумя насильниками, которые, значит, там на фронте в Брянке или где-то там еще какое-то, значит, там что-то такое плохое сделали. И как их народ судил, как их народ приговорил к смерти, к смертной казни. И как их народ сказал, вот можете искупать на передовой свою вину. Посмотрим, как вы будете сражаться. И как, значит, в Москве, особенно либерал очень, вот, смотрите, беззаконие, суда нет. А на мой взгляд, это и есть самая настоящая власть народа, которая так и должна быть. Продажные коррумпированные суды, судьи, прокуроры, следователи и так далее, гораздо менее связаны с народом, чем такие вот народные сходки с народным таким решением. Махновцы, кстати, также в своих селах, когда судили кого-то насильников или предателей, или каких-то грабителей, не своим судом, это потом уже началось, а как бы селяне судили, а махновцы приводили в исполнение приговора. Если селяне говорили, отпустим его, ну, отпускали, а если говорили, нет, вот не отпустим, придется вот как бы в штаб Духонину отправить, отправляли в штаб Духонину. На этом фоне Стрелков выделялся особой жадностью и кровожадностью. И он, я всегда вот думал, что, чем им движет Стрелкова, что им движет. Я пришел к выводу, что все-таки им движет внутренняя параноидальная такая идея. Параноидальная идея своей особой миссии в истории и желание в этой истории как бы засветиться исключительным образом. Итак, возвращаясь к трем версиям. Первая версия, значит, что он работал в ФСБ, контактировал с ФСБ. Но в какой-то момент, когда он начал поливать грязью Путина, просто откровенно, буквально несколько дней на прошлой неделе был там пост, что неужели вот это 6 лет будет нами править или что-то в этом духе. То как бы сверху пришел вопрос в ФСБ. Ребята, а вы там своего можете как-то так задать? Мы все понимаем, оперативная работа, там под прикрытием человек. Но, как говорится, на президента-то прыгать зачем? И там стали разбираться и поняли, что на самом деле никто он, никакой оперативной работы в его лице нету, что он во многом самозванец, что когда-то, да, он контактировал с органами, но много лет уже с ним никто не работает. И тогда решили, как говорится, ответить на запрос сверху, что да, оскорбляющий президента не может это делать. Ты можешь критиковать и свою армию, там даже Шойгу можешь, как известно, всячески называть. Но вот единственного человека в стране, красная линия такая, значит, нельзя обсуждать его личную жизнь, семейную жизнь, личную оскорблять. Критиковать, кстати, можешь, а вот оскорблять его нельзя. А тут было оскорбление. Это, как говорится, переполнило чашу терпения. А то, что там в следственном деле есть какие-то вещи, которые до этого, ну так оно дело заранее заготавливалось просто. И может в любой момент, на каждого из нас есть такое дело, какой-нибудь доносец долежит, понимаете, который в любой момент может быть пущен просто в ход. Вторая версия, это что, значит, вот если у одной группы элит, у Ковальчуков, я много раз говорил, что элиты России разбиты на две группы. Ковальчуков и силовиков. Ковальчуков мы, Ковальчуками мы назовем такую, как бы придворную комарилью. В классическом смысле этого слова. Я напомню, что слово комарилья, она происходит не от слова комары, которые там вьются на болоте и кровь людей сосут. Хотя много общего есть, правда? А от испанского, значит, слова комарилья, как небольшая комнатка, приемная. У одного из испанских королей в начале 19 века, как его звали, по-моему, Фердинанд VII, если мне память не изменяет, была такая, которая как раз в это время конфликтовала с Наполеоном и все такое прочее, и испанцы умирали там за него. Была такая приемная, в которой собирались особо доверенные люди. В частности, там был, по-моему, и посол России Татищев играл заметную роль. И его бродобрей или парикмахер. И, в общем, такой как бы свита приближенная, которая внезапно получила невероятные совершенно права и возможности политические. И вот оттуда слово комарилья стало нарицательным. То есть, это придворный кружок. Ну, а разве Юрий Ковальчук там не такой человек, а банкир, который с Путиным познакомился в начале 90-х или Ротенберге. Да, в прямом смысле. Это как бы ближайшее окружение, которое имеет связи с первым лицом, политическое влияние не за счет своей государственной позиции, как те же самые силовики, а за счет личных отношений и присутствия в его приемной личных отношениях. Комарилья в классическом, испанском, абсолютно неоскорбительном, абсолютно политическом условии. Комарилья в прямом смысле. И силовики, которые говорят, да, мы как бы там учились в академии, я не знаю, там в Ясенево, Фигасенево, понимаете, где-то там еще. И, понимаете ли, государство служит. Тут комарилья, тут за счет личной связи, а мы государственные. И вот между ними, я знаю, существует очень серьезная такая ненависть и неприятие. И так получилось, я детально в эти вопросы не лез. Владимир Литыхин занимается на своем канале подробным разбором всех этих вопросов. В телеграм-канале и у него в Бусте такой сервис есть, где, кстати, у меня вот тоже, видите, висит сервис. И с осени мы начнем подробную работу на ваши донаты. Они не пропадают в вашу помощь. Спасибо, я их не трачу. А совершенно, как говорится, они накапливаются для того, чтобы заниматься конкретным делом. Но вот Литыхин, он очень интересно там пишет исследования о группах российских элит, конфликтующих. Очень рекомендую туда зайти. Я обычно всегда, если что-то нравится, некой конкуренции, я не вижу и всегда рекомендую. И, короче, вот конкуренция между силовиками и, значит, Ковальчуками, этой комарильей, она в чем заключается? Считается, что Вагнер и вот это все это наемническое, все, что получало бабки за счет Пригожинских контрактов и так далее. Мы не знаем, имел ли отношение Пригожин с Банком России, который Юрий Ковальчук руководит. Ну, я и не лезу в эти дела. Это вот как бы Навальный, Навальнисты, это их там как бы исследования. Они все это знают в деталях. Но так или иначе, его относят к Ковальчукам. Очевидно, что это боевой отряд, это и сила вот их такая. Говорят, что они были инициаторами якобы вот СВО и такой активной его фазе. А силовики, то есть государственники такие, структурные государственники, они не имели такого своего героя, как Пригожина, как раскрутили тут. Пригожина такого патриота, Вагнер такой, как бы проливающий кровь. В Бахмуте там даже вот поднявший мятеж из невозможности, мол, терпеть предательство президента. Напоминаю, что так называемый мятеж Пригожина, мы это много обсуждали, был не против Путина, а за Путина. Поддержку Путина, что, собственно, сейчас и доказывается, когда Лукашенко приезжает в Москву докладывать Путину о том, что все нормально, вагнерцев разместили, вооружили, и они готовятся там на Жешев куда-то прямо рвутся наступать. Поэтому, Владимир Владимирович, значит, вот как бы ждем. И вот силовики захотели своего такого же персонажа и стрелков. Но, честно говоря, я думаю, что силовики, наверное, помасштабнее как-то мыслят, потому что, как бы, стрелков с Алкснесом, Калашниковым и Губаревым вряд ли как-то соотносятся с 40-тысячной военизированной группировкой спецназа, которая еще перемещается, значит, туда-то. Тем более, что разница в следующем. Оскорбление Путина. Почему этой версии, я не очень в нее верю. А Пригожинцы никогда Путина не трогали. Более того, всегда выражали ему лояльность. И даже жестко на букву «П» высказываясь о Шойгу и о Герасимове, все равно, как бы, были всегда за Путина. А стрелков он, как бы, на Путина пер. А поверить, что какой-то офицер ФСБ, почему и первую версию, я не очень уверен, значит, санкционировал ему наезд на Путина, я просто не могу. Потому что это исключено. Я просто не понимаю, как, под каким прикрытием они могут докладывать наверх о том, что у нас вот такая вот оперативная тема развивается, в ходе которой наш, как говорится, бывший сотрудник там в запасе, ему разрешено там президента оскорблять, поливать грязь. Нет, это они лично объяснить не смогут. Поэтому эта версия, что раскручивается на таком вот патриотическом фланге свой такой, как бы, прибожен такой, КГБшный, нам, мне кажется, интересная, но тоже несостоятельная. Итак, первая версия, значит, о том, что просто он произошел в красной линии, когда стали выяснять, выяснили, что он самозванец и никакой у него крыши нету ФСБшной. И тогда решили его закрыть. Вторая версия, значит, что его раскручивают этим арестом, как такую фигуру на таком ФСБшном патриотическом крыле, так силовики, вот, против выставленных Ковальчуками, тоже нерабочие. Потому что у них гораздо больше возможностей скрытого движения, они не нуждаются в такой публичности, эти силовики, ФСБшники. Третья версия, которая лично мне кажется наиболее разумной. Общая линия пошла на замораживание СВО. Да, сейчас еще кровавые события. Одесса, там, бои на фронтах. Горят леопарды, там, их ланцеты, там, бьют эти леопарды. Там, где-то под Бахмутом украинцы идут в какие-то мясные штурмы. Под Купянском российская армия, там, продвигается на 2-3 километра, там, на 4, может быть, и так далее. Но в целом возникает общее ощущение, повисшее, как бы, в воздухе, что значительная часть мировых элит решила многие вопросы, которые связаны с СВО. А главный вопрос, как с самого начала я говорил, а я до сих пор считаю, что это все было затеяно по согласованию с Вашингтоном и Пекином, это унасекомливание Европейского Союза. Европейский Союз оказывается в такой жопе, в которой просто мы даже не можем и представить, что может оказаться кто-то, кроме конченых лохов, понимаете, как говорят в Одессе и, как говорят на Донбассе. Лошар просто. Потому что, смотрите, сейчас американцы заявили, что да, так как Зеленский, ты не достиг там вот задач наступления, Данилов, кажется, был недавно там, встречался с Блинкиным в Вашингтоне. Да, вот задачи наступления не достигнуты до конца, да, не смогли прорваться там к Ченгару и Крыму, поэтому мы немножко так вот сокращаем сейчас там. Там ракет у нас, значит, дальних этих, дальнего действия не очень много, к сожалению, у самих, поэтому и вам, украинцы, эти ракеты дать не можем. Система ПВО, да, конечно, вы очень нуждаетесь. С Израилем не получилось договориться? Нет, да, жалко, да. А с Германией? А, они дали, но это не очень эффективно. Ну, мы будем думать что-то... Короче, американцы вдруг начали отмораживаться, но мы об этом предупреждали давно с Ливаном из самого начала, что на самом деле они совершенно и не хотели ничего такого. Ну, то есть, если бы получилось, действовали бы по обстоятельствам. Вот получилось бы у украинцев... Я вообще там прочитал сегодня фразу, что, мол, оружие мало дали украинцам, американский какой-то эксперт или генерал сказал, потому что верили, что украинцы такие, мол, бодрые и такие инициативные, что и без большой массы оружия сумеют проловить хорошо организованную оборону, значит, России. Плюс, наверное, еще поверили, что в России, на самом деле, конфликт и мятеж. Хотя мы всегда говорили, что никаких конфликтов нет, мятежей нету, и что Пригожин как бы лоялен, ну, наверное, Путину, короче, и так далее. И мы видим, что сейчас, вот когда Лукашенко там водила по Крымским фортам дочка Шойгу, а в Кронштадтском соборе, не по Крымским, по Кронштадтским фортам дочка Шойгу, а в Кронштадтском соборе его Беглов там приветствовал, то есть, люди, которых, как бы, Пригожин и Пригожинские медиа там, как только не... Вот это вот, да, в Питере говно, пока так, их наш город не... А Бегловская лопата, где и что она гребет? Мы все помним этот хир в исполнении Шнурова, который, очевидно, был заказан Евгением Пригожиным. Ну, вот ему ответ, что да, ты вот там в Беларуси, и все нормально, с вами все отлично, ребята, отлично. А у меня тут тоже, вот, как бы, сам контролирую ситуацию. Путин показывает, что конфликта нету, под контролем у него все, здесь Шойгу, как бы, и, значит, и Беглов, которых обвиняют в неэффективности, дочка Шойгу, любимых мужчин, которые устали обсуждать, там, последние полгода, там, с подачи пригожинских медиа, все на свете. Короче, все идет к заморозке. Американцы хотят заморозки, Европа оказывается один на один с Россией в рамках поддержки Украины. А американцы фактически сказали европейцам, да, все правильно, там, Путин, зло, надо бороться. Ну, давайте, ребята, вы сейчас сами, у нас тут выборы, извините, мы сейчас немножко займемся выборами, но мы всегда рядом, наша американская рука всегда рядом. Но поймите, если Байден проиграет и придет Трамп, вам же будет хуже, вам же будет хуже господин Шольц, господин Макрон, там, значит, госпожа Мелани, которая очень смешно с Байденом хотела сфотографироваться на этом саммите, видность, никак не могу забыть, как она там суетилась. Да, поэтому вы давайте держитесь, денег нет, но вы держитесь. Фактически, как Дмитрий Атольевич Медведев, их, очевидно, у них научился, у американцев этому, когда там айфона рассматривался с Обамой. Вот это они сказали. И европейцы оказались в жопе, в которой мало кто оказывался. Мало того, что у них как бы разрушена вся их энергетическая инфраструктура, которую они, безусловно, восстановят, но ни сразу, ни скоро, ни через несколько лет, я так даже думаю. Они оказали фактически втянуты в обязательство финансировать и вооружать Украину в войне безысходной с Россией. И плюс к этому еще там Польша, значит, Лукашенко угрожает, что Абагнер, вот еле сдерживаю, Владимир Владимирович говорит, еле, прямо рвутся, ребята, прямо рвутся на Жешев эти, где ремонтируются эти самые, как раз, леопарды. То есть Европа оказалась в ситуации, когда она может, это Европа, которую ни сном, ни духом не видела еще ни в каком 21 году, что она в какой-то там войне участвует, да, которая только вышла из коронавируса и только вздохнула, ну сейчас туристы поедут. Тут Европа оказалась без Америки, за спиной Украины, истекающей кровью и воюющей, в конфликте с Россией, в которой еще у Лукашенко какой-то злобный Вагнер там появился, который на Жешев может пойти. Ну это, конечно, трындец. И я думаю, что начались всяческие переговоры, разговоры, как мы говорили, Эрдоган посредник, Папа Римский тут, значит, пролетая куда-то там, говорит патриарху, эй, там, давай там, приезжай ко мне в аэропорт, повидаемся. У нас тут патриоты сразу, как так, неуважение, а то, что он назвал патриарха до этого алтарным мальчиком Путина, это как? Интересно, поедет патриарх Кирилл, не поедет? Я думаю, поедет, потому что мир нужен уже всем, ну как мир? Мира, конечно, быть не может, там, Крым, там, все дела, линия фронта, заморозка, 38-я параллель, как я уже говорил, заморозка, и пробрасывают разные еврейские источники, израильские разные подполковники Моссада, которые там воюют в СБУ, что, значит, вот, мол, отдать им Донбасс, и Арестович об этом говорит, и много кто, значит, говорит, что давайте отдадим и в НАТО вступим, но и в НАТО Украину тоже особо принимать не хотят. На этом фоне, короче, стрелков со своей инициативой, давай, давай, мочи, хохлов, там, давай до конца кровью залить, все на свете, совершенно не нужен. Поэтому его и упаковали, аккуратно упаковали, как бы с уважением к его подвигам 14-го года, которые на самом деле, от которых я знаю, просто чертыхались очень многие. Врагов у стрелкова пути добавляем, он стольких людей там полил грязью, оскорбил, унизил просто открыто, там, вот, меня поражает смирение христианское Александра Сергеевича Ходоковского, которого Стрелков просто, когда узнал, что Ходоковский стал там, по-моему, подполковником или замкомандиром бригады в Росгвардии, Стрелков просто изошелся таким мерзотным постом, где Ходоковского просто прямо там поливал грязь. Ходоковский это пост репостнул, с таким православным смирением, говорит, ну вот что, сейчас он говорит, да, вот, мол, сожалею, там и так далее, что Стрелков арестован. Чем это все кончится? Вот арест Стрелкова для меня показал чего? Что все хотят это дело завершить, завершить. И все эти десятки тысяч убитых, сотни тысяч легших в землю, все эти разрушенные города, снесенные с лица земли, все эти ГЭСы взорванные, Каховские электростанции, все вот это вот будет ради того, чтобы они сели, правящие элиты, на развалинах, дымящегося от крови человеческого мяса постсоветского пространства, которое никогда не будет вместе, никогда мы не будем братьями, да, как говорилось. Никогда, тем более, что украинцам просто отказывают в России в бытие, а русским в Украине. За русские песни, которые из машины прозвучат, там сразу налетают. А тут, ну, не в такой степени, конечно, безумие в России, но тоже есть там, понимаете. Не знаю, можно ли Нину Матвиенко пустить, там, «Ой, летели дык и гусы через лис», или там «Чаривна скрипка», там, «Белопирья на подверье полюбила молодого скрипаря», там, значит, и так далее. Или за это тоже, как бы, в России будут претензии предъявлять. Но в России в целом, как бы, нет, потому что всем все пофигу. А там, в Украине, не пофигу. Там, конечно, это все боль, обострение. Над их городами жужжат все эти беспилотники, ракеты. В их городах украинских каждый день там взрывы и так далее, и так далее, и так далее. Вот Стрелкову упаковали, чтобы тихо, спокойно выйти на формат мирных переговоров. Мне эта версия кажется наиболее реальной, наиболее адекватной. Поэтому будут ли его отпускать? Ну, честно говоря, они никому не угрожают, эти разнервные патриоты. Поэтому, когда я читаю в пабликах, там, что вот, на патриотическом фланге, Путин разве не нуждается в том, чтобы там его поддерживали в ходе выборов? Ну, конечно, нет, друзья. Никаких выборов в России нет, и Путин совершенно не нуждается, чтобы его поддерживали или не поддерживали. Потому что ему абсолютно все равно. Он будет избран в любом случае. Потому что мы никогда не узнаем никаких реальных результатов голосования. Поэтому это не имеет никакого отношения ни к чему. Да, есть еще четвертая версия, что это донос Олега Матвеевичева, который опубликован был каналом ВЧК ОГПУ. И что в этом доносе, как бы, говорится о том, что надо, мол, с турбу патриотами прикрутить. Ведь это параллельная вещь, параллельная. Бумажка Матвеевичева, она не донос, это просто заявка на бюджет. Так же было с Грудининым. Матвеевичев написал по Грудинину, что вот красные консолидируются, красная неосталинистская угроза, дайте бабок на борьбу с Грудининым. И они потом там пилили эти бабки Прокопенко, Габриилянов, Матвеевичев, Данилин и все-все-все, вот этот весь пул, как бы, используя несчастного, непонимающего, почему на него сыпется столько бед, Павла Николаевича, для просто заработка и коммерции. Поэтому, когда Матвеевичев говорит Делягину, ты лох, а Делягину ответ, ты доносчик, стукать, то с точки зрения Матвеевича, Делягина, который постоянно пролетал мимо бюджетов кремлевских, которого не брали никакой партии, только сейчас вот взяли в справедливую Россию, лох. Потому что он, Матвеевичев, много раз писал записочки, из каждой записочки зарабатывал большой, хороший куш бабла. И сейчас он написал записочку, думаю, она просто там уже лежала. И тоже, наверное, турбопатриоты, но я не думаю, что будет какой-то мочил его турбопатриоту. Я не верю, что на основании записки какого-то там Матвеевичева ФСБ проводит задержание Стрелкова. Но я просто в это поверить никак не возможно, потому что для ФСБ Матвечевать никто и звать его никак. Если бы из администрации президента, если бы Стрелков на самом деле был оперативным кадром ФСБ, из администрации президента им сказали бы его задержать, то уверен, они послали бы администрацию вежливо, но достаточно далеко идти в правильном направлении. Тем более, что администрации, как известно, руководят ковальчуки. Хотя и силовики там тоже присутствуют, но на важных позициях находятся представители ковальчуков, какими является Сергей Кириенко и его команда. Ну вот так вот как-то, друзья, понимаете? Поэтому я бы не драматизировал и не говорил бы, что все пропало, что теперь как бы русские патриоты должны рвать на себе волосы. Мне, честно говоря, абсолютно все равно. Стрелков на свободе из себя ничего не представлял, на мой взгляд. Просто шум в интернете. Организатор, он хуже, чем Платошкин. Когда Платошкин раскручивался, у Платошкина работали очень профессиональные технологи, которые в сетях социальных сразу организовывали потоковые стримы. Все, огромное количество сторонников. Ничего подобного у Стрелкового не видели. Но есть как бы симпатизанты, которые говорят, человек чести, человек там еще чего-то. Разберемся, чести, не чести, чего он там человек. По-моему, это человек, которому надо отдохнуть и подлечиться немножко прежде всего. Но, конечно, быть при этом на свободе. В тюрьме, как еще раз говорю, никого не пожелаю сидеть. Константин Федоров пишет. Давайте вот, я будем смотреть. Дело не в Стрелкове. Хотят задавить реальных патриотов. Да не хотят никаких патриотов задавить. Никому не угрожают никакие реальные патриоты. Единственное, чтобы не подванивали, когда сейчас начнется сговор и тайные переговоры, и будет объявлено о перемирии. Путин пролетит в Стамбул к Эрдогану. Будет продлена зерновая сделка в Стамбуле. И, случайно, туда еще Зеленский может пролететь. Или как-нибудь еще что-нибудь такое будет. Или кто-нибудь еще. И начнутся переговоры. Вот чтобы, да, вот вони не было, наверное, вот это. А так никого, а не выбор. Шойгу или коллективную стрелку. Вы что, смеете, что ли? Шойгу это один из акционеров Российской Федерации. Мульти там богатейший человек, влиятельнейший министр обороны. Что вы сравниваете с каким-то энтузиастом, понимаете ли, который даже из ФСБ за энтузиазм был удален. За чрезмерное рвение психологическое, эмоциональное в работе, которое не требует. Добрый вечер. Роль Стрелкова. Почему долго позволили такие резкие высказывания? Потому что Стрелкова всячески унижали, как только могли. Стрелков поехал на фронт и вернулся, как кадет Биглер. Из-за романа Ярослава Гашика «Браво солдат Швей». Даже до фронта не доехал. Его унижали, над ним откровенно издевались, смеялись. Ему давали понять, что он вообще никому не опасен. Со своей критикой, со своими заявлениями, выступлениями, что никого не интересует. Пригожин – это реальная сила. У него там деньги. Ну, не Пригожин, естественно. А вот это вот все, кто стоит за ним. Военная разведка, ФСО там и Ковальчуке, очевидно. Да, это как бы реальная сила. А Стрелкова, ему показывали, что ты, Игорь Иванович, или как там, Игорь Вячеславович, вообще никому не интересен и никому не опасен. Поэтому сиди спокойно. Но тут я еще раз говорю, вот я думаю, совпало. Когда он уже сказал, неужели это будет шесть лет нами править, тут уже, как говорится, сверху пришел вопрос. Вы что там, ребята? Умите вашего офицера. И выяснилось, что он никакой не офицер. Как бы ни любил Стрелкова, человек сложный, православный, Родину любит. Какую Родину он любит? Какую Родину он любит? Он родился в Советском Союзе. Российскую Федерацию, что ли, созданную Ельцином, он любит. Какую Родину? Он белогвардейский какой-то офицер, который реконструирует себя. Белогвардейцы были наемниками Антанта. Белая армия воевала на французские и английские деньги. Белогвардейцы воевали на деньги НАТО. Аналогом белогвардейщины сегодня является Зеленский, если так чисто формально. Хотя и путинская Россия не является аналогом советской России. Она всячески от нее открещивается. Как нам намекает Андрей Белоусов, не устану это повторять, путинская Россия воюет ради консервативных элит Запада. А Зеленский, очевидно, ради либеральных элит Запада. Вот так и есть. Поэтому какой он православный, какую Родину любит? Чего вы несете бред какой-то? Пойду смотреть Светову. Он адекватнее Шевченко. Идите давайте, я вас тогда заблокирую, чтобы вы не мучились. Светов интересный, да, согласен. Скажите, Максим, честно, вы армянофоб и антисемит Вахе Хавнасиян? Нет, конечно же, Вахе, честно вам скажу. Я не армянофоб. Я очень люблю все народы на земле. Я не выделяю ни армянский, ни еврейский народ, ни азербайджанский не выделяю. Никакой другой народ не выделяю. Я даже русский не выделяю народ из других народов, потому что моя позиция такая, это моя позиция русская. Поэтому я не отношусь к народам, потому что в каждом народе есть святые, есть подонки, абсолютно. Есть жулики и воры, есть те, кто отдаст тебе последний кусок. Таких людей я знаю среди евреев, среди армян. Когда я говорил про армянские СМИ, я конкретно знаю просто, кто вел медиакомпанию. В основном это были армянские технологии. Во главе их стоял Арам Ашутич Габриэлянов, например. Человек, у которого у меня много личного, понимаете. В чем-то абсолютное разногласие, а в чем-то я к нему отношусь как к уличному нормальному парню, который когда ранили азербайджанцы Архана Джемали в Ливии, и никто не хотел Архану помочь. Арам дал бабки, я поехал в Ливию, нашел Архана, привез в Вену. Арам оплатил, хотя у них по Карабаху совершенно разные были подходы, естественно. Лечение Архана полностью. Поэтому что там? Я вообще так не рассматриваю. Нет, я не армянофоб и не антисиний, честно скажу. Но и клясся в любви к какому-либо народу я не собираюсь, понимаете. Нет народа на земле, который я ненавидел, и нет народа на земле, который я обожал. Я вообще людей не мерю, народами. Я считаю, что это полная ложь. Но то, что за русской весной не было ни одного русского технолога, не было ни одного русского продюсера, это 100%. Я их видел все своими глазами, поверьте. Многие из них ребята очень интересные. Стрелкова заберет батька никогда в жизни. Никогда в жизни Стрелкова батька не заберет. Ему нахрен он не нужен. Что он с ним будет делать? Для него это абсолютно неудачно. А вот Вагнер и 40 тысяч... Так, всяких стукачей, доносчиков я сразу блокирую. Свободу Стрелкова. Ну, пожалуйста, давай. Путин предал русский народ. Опять вы народами меряете. Русский народ... Русский народ. Это, знаете ли, понятие абстрактное. Русский народ вымирать начал. Последние 30 лет непрерывно вымирает. Вымирает и вымирает. Вымирает и вымирает. Вымирает и вымирает. Поэтому русские... Что это за вас волнуют русские там и не волнуют русские во Владимирской области, например, совершенно. Поэтому оставьте эти темы мне. Так, это я сейчас пропускаю. И я просто перелистываю в конец чата. В конец чата перелистываю. Чтобы ответить. Давайте 10 минут на ваши вопросы отвечаю. Что мы еще там забыли? Ну, я, в принципе, все темы упомянул, которые сейчас на слуху, которые есть. Да, я считаю, что они будут замораживать СВО. Идти на мирные переговоры, на заморозку. Дальше будут какие-нибудь форматы. Потому что Европа в такой... В жопе, что она должна что-то делать. Как вы, Максим, как вы относитесь к Дмитрию Демушкину? С большой личной человеческой симпатией и уважением. Мало того, что он человек слова. Который способен встать над фобиями и стереотипами. И, кроме этого, он сидел очень достойно. Дима настоящий русский человек. Я к нему отношусь с большой симпатией. Не знаю, русский ли стрелков. Русский, русский. Кто-то бьет себя в грудь. Русский, русский. Максим, будет ли вторая волна мобилизации? Ну, зачем? Я вам говорю, они к заморозке конфликты ведут. К заморозке конфликтов. Зачем им вторая волна? Какая вторая волна? Так, левые силы какие-то нахрен. Какие левые силы? Чего вы бредите просто? Пойдет ли белорусская армия совместно с Вагнером взять все кусок на Украину? Нет. Она может пойти отгрызать все кусок в Москве. Когда сегодня Лукашенко дважды упомянул союзное государство. Говорит, следят за событиями вокруг союзного государства. Союзное государство это виртуальные достаточно вещи. Там у союзного государства нет у него ни действующего парламента, ни действующего правительства, ни действующего министерства обороны. А помните, я вам говорил, что по итогам этого Вагнеровского, так называемого, мятежа и его отхода в Белоруссию, резко усиливаются позиции тех, кто может создать союзное государство как новую структуру. А в нем новое министерство обороны в союзном государстве, новые органы КГБ в союзном государстве, парламент и так далее. Поэтому я как раз услышал слова Лукашенко сегодня, обращенные не в сторону Жешуа, а в сторону Польши. Это наименее вероятно. Это как бы на всякий случай европейцы. Знаете, мы готовы к разным, как говорится, поступкам, если вы не пойдете сейчас на мироводу. У нас вот Вагнер, которых я еле сдерживаю. Еле сдерживаю, говорит пацанов. Но союзное государство – это московская тема. Когда Лукашенко говорит «союзное государство», он говорит про то, что Вагнер и белорусская армия могут пойти отгрызать себе в Москве союзное государство. Либералы не хотят союзного государства, который даже прикидывается консерваторами. Вот Шойгу, он же ставленник семьи Ельцинской, ставленник Ельцинской семьи. Хочет он союзного государства? Конечно, нет. Он перестарит быть министром обороны сразу же, понимаете? Там какой-нибудь другой министр обороны, скорее всего. Поэтому как раз союзное государство – это московская тема. Максим, на Польшу пойдут Вагнеры? Нет, не пойдут. И в Украину не пойдут. И война будет замораживаться. Максим, Абхазия не хочет вступать в РФ, не хочет в Грузию. Как вы считаете, какая судьба? Я бы не торопился. Будете договариваться, Абхазы, Бессо, или это грузин спрашивают, Абхазы будут договариваться, когда вот все разрешится, договариваться с Грузией и со всеми остальными о судьбе. Не надо торопиться, не надо пытаться быстро решить вопросы. Ломается нога или рука легко, сращивается тяжело, долго. Но, безусловно, решить вопрос о возможности возвращения для грузин на те места, откуда они были изнаны или потомков их, это важный момент. Когда, по-вашему, заморозят СВО? Ну, а Путин в Стамбул полетит, я думаю, будут важные разные события. Кто-то предположил, что Стрелков это новая Собчак. По-моему, оскорбление Стрелкова. Не знаю, чем так. Я его не люблю, но зачем же оскорблять так Стрелкова-то? Нет, Стрелков это старый Стрелков, это не новый Собчак. Это самостоятельная сущность, такая в информационном поле, он никому не опасен вообще абсолютно, он полностью, полностью. Максим, что вы понимаете под словом замораживания СВО? Обстрелы по линии фронта, может быть, ракетные удары, но переговорный процесс какой-то, который будет идти под эгидой Эрдогана или что-то, а может, ракетные удары прекратятся. Будет накапывание вооружения и подготовка либо к новому конфликту, либо этого конфликта никогда не будет, как на корейском полуострове. Корейский вариант. Замораживание СВО это остановка всего на линии фронта и дальше, как говорится, выяснение того, что делать дальше. Украину отдадут просто на произвол собственной судьбе, хотя будут всячески облизывать, но очень финансировать Украину и содержать Европу, это не по силам Европы. А если Трамп побеждает Америке, то вообще наступают сложные времена. Поэтому Байден вот сто процентов взял курс на отморожение. СВО это просто остановка активных боевых действий. Разморозит ли русским акции? Нет, я не думаю. Я думаю, что еще десятки, ну, может, десяток лет пройдет, перед чем это случится. Девятого пригласите? Да, обязательно приглашаю. Максим, перемирие, ситуации все более напряженные. Да, я вас умоляю, это вам так кажется. Ничего не приобретает никакие новые масштабы. Никто не накапливает никакие критические размеры вооружения. Захватить Харьков невозможно сейчас. У вас даже Бахмут 9 месяцев брали. Показывай Бахмут, микроскопический Бахмут. А вы говорите, миллионный. Какой миллионный? Двух почти миллионный город. Вот так штурмовать. Какими силами вы собираетесь Харьков захватывать? Понимаете? Харьков несколько фронтов захватывали. Несколько раз. В 43-м, 44-м. И то, как говорится, там народу и техники было больше. Нет таких сил для захвата Харькова. Оставьте этот бред. Никто ничего не будет такого захватывать. Тут его роль Суркова в судьбе Стрелкова не озвучили. А я не считаю, что несмотря на то, что Стрелков постоянно оскорблял Суркова. Называл его там Асламбеком Дудаевым. Говорил, что я там говорю под указку Суркова. Бред такой. Я вообще не считаю, что Сурков хоть в какой-то мере думает о Стрелкове. Я думаю, что Стрелков для него что-то вроде жужжащей мухи, жужжащего шмеля. И потом Сурков, он к другой группе относится. И он знает, если Стрелков это, как говорится, ФСБшная проблема, то пусть ФСБ и решает эту проблему. Я думаю, что Сурков как человек рациональный именно так к этому делу относится. Личных счетов масштабы гораздо больше. До 2024 года война не закончится. Затишье будет. Но война не закончится много лет. Станет ли Стрелков разменной монеты? Конечно, нет. Россия не будет его выдавать в Европу. По крайней мере, при этой власти. И никогда ничего такого не станет. Он никакой разменной монеты. Забудьте этот бред. Никто не будет его отдавать ни в какую ГАГу. И вообще признавать статус ГАГи в России никто не собирается, что отдать Стрелкова в ГАГу это признать. Тогда и Путина отдать в ГАГу, что ли. С этим омбудсменом по детям, как не помню там. И так далее. Так, Максим, какую художественную книгу советую почитать? Три толстяка, Юрия Олеша. Почитайте сейчас. Какое отношение у вас сейчас к Платошкину? Да, нормальное у меня к Платошкину отношение. Я так внимательно не слежу. Там идет какой-то гудеж. КПРФ все время объявляет о каких-то судьбоносных программах и о какой-то судьбоносной политической борьбе, выдвигая Леню Зюганова в качестве альтернативы Собянину. А, естественно, я за Зюганова, а не за Собянина. Это безусловно. Хотя Зюганов, на мой взгляд, был сотрудником Собянина де-факто. Ну, не де-юра, конечно. О чем, значит, многократно Елена Шувалова пыталась рассказать. Но, в общем, бунт Горшка против Горшечника в каком-то смысле. Платошкин где-то там что-то на Алтаре и в Кемерово месяц ругается с этой Барнаульской Прусенковой, кажется. Да, там что-то еще. Еще, в общем, обвиняет опять кого-то. Человек яркий, талантливый. Готов с Николаем Николаевичем сделать стрим. Позвоню ему как-нибудь через недельку и приглашу его обсудить вопрос социализма. Теоретически Платошкину очень интересно слушать и очень интересно разговаривать. Но в политических моментах я вообще в эти дела не лезу. Но Платошкин для меня остается, безусловно, человеком левых взглядов. И мало ли кто кого не любит, понимаете, если так как бы абстрагироваться от всего этого, то, конечно же, политически с Платошкиным возможны и разного рода союзы и действия. Но при конкретной повестке, а не при просто взвываниях, давайте консолидироваться. Нет, просто консолидироваться, это проще стол накрыть, там поставить коньячок, шашлычок и консолидироваться за столом. А любое политическое действие это консолидация, консолидироваться в рамках спектакля, в котором участвуют КПРФ и Платошкин, вольно или невольно. Ну невольно скорее, потому что уголовное это дело, оно над ним бесит. Нет, извините, здесь консолидироваться, как говорится, я к этой как бы театральной сцене охладел решительно. Как вы относитесь к Вачкову? С большой симпатией человеческой, личной. В отличие от Стрелкова, Стрелкова я откровенно не люблю, Стрелков мне кажется параноиком, сумасшедшим и в общем садистом, с человеком садистическими наклонностями, которому нравится убивать, пытать, допрашивать, наверное, кровь лить. А Вачков просто профессионал этого дела, ему это не нравится. Я никогда, Владимир Васильевич, много с ним общался, не видел наслаждения насилием, понимаете? Но я знаю, что точно знаю, что Квачков может убить вот любого, что он меня может убить там одним движением руки, наверное, и так далее, и так далее. Он выдающийся мастер своего дела, но при этом человек он правильный и действует он правильно. Говна в нем нет в Квачкове. Когда умерла мама Гейдара Джимали, то ее брат Ирина Леонидовна Чубаров, легенда ГРУ, легенда ВДВ, который воспитал Архана Джимали, убитого, возможно, коллегами Чубарова, есть такая версия. Значит, они с Квачковым вместе в Таджикистане были, воевали, Сангак Сафаров, Народный фронт организовывали и все такое прочее. Гейдар Джималь был как бы на другой стороне. Но умерла мама Гейдара Джимали и гробой унесли Чубаров, Квачков и я тоже нес гроб. Вот человеческое, вот это человеческое русское, простое Владимира Васильевича, который всю жизнь отдал убийству армии и войне, оно безусловно меня подкупает и я отношусь к нему с истинно таким человеческим, как бы очень теплым и прекрасным отношением. Ну, конечно, иногда у него переклинивают мозги и он несет какую-то чушь. Помните, когда там было в 11-м году, давайте там убивайте там всех черных, какой-то бред понес там и так далее. Это у него уже как бы возрастное, очевидно, тяготы лишения, кто-то говорит, психотропы его подсыпали. Вот когда этого нету, беседуешь с Квачковым, думаешь, боже мой, да просто вот настоящий русский человек. Так за что умерло столько народа? За то, чтобы где-то кто-то разжился Алабани. И Маяковского, читайте, в среду отметили 130-летие со дня рождения Владимира Ивановича Маяковского. Власть все время пытается представить Маяковского каким-то бледуном, который всю жизнь провел бегая за баллами. Ну, было в его жизни увлечений, немало были, прекрасные стихи олег или там. Но Маяковский был членом партии вообще-то с 1905 года. Один из старейших членов ВКПБ, именно большевистской фракции. И старейшим большевиком. Его политический анализ был безупречен. Эта власть боится, она прячет от нас русскую культуру, русскую литературу и прячет от нас Маяковского. Но мы не прячем Маяковского от себя. Мы помним, что выпарили человечество кровавой бани только для того, чтобы где-то кто-то разжился Албанией. Вот за это все и умерли. Смотрите, где кто какой Албанией разжился. И вы поймете, ради чем умерло такое количество народа. Ну ладно, давайте заканчиваем.